Жители деревни Вторые Елдрыш у Мерлинского района этим летом в буквальном смысле остались без питьевой воды. Дождей было мало и колодцы начали пересыхать. Полить огород, напоить скотину, воды на хозяйственные нужды тоже стало не хватать. Какое решение приняли сельчане и местные власти, чтобы решить проблему, расскажет Леонид Петров. С августа месяца нет воды в колодцах, но хорошо, что плотина рядом, туда сходим. Если так же будет продолжаться, я не могу держать крупный рогатый скот. Так как я сама не могу таскать, придется прощаться со скотами. С этой проблемой столкнулись все жители деревни. Даже глубокие колодцы стали лишь атрибутами быта и пользы не приносили никакой. Чистка и дополнительное углубление дали результат, но ненадолго. Из-за засушливой погоды вода уходила прямо на глазах. Для хозяйственных нужд ее приходилось носить из речки. По сравнению с остальными людьми, мы живем ближе к речке. И нам для скотины берем, и для бани, и для стирки тоже все из речки тащим воду. То есть это не только вы все? Нет, нет. Вся деревня, по всей деревне такая ситуация. Общая беда сплотила сельчан. Жители деревни единогласно приняли решение участвовать в республиканской программе инициативного бюджетирования. С каждого жилого дома собрали по 6 тысяч рублей. Средства направили на ремонт водонапорной башни, скважины и водопровода длиною более трех километров. Когда-то все это принадлежало колхозу. Но после его развала имущество осталось бесхозным и быстро стало непригодным к эксплуатации. Инициативу поддержали и сельские власти. На ремонт привлекли средства из местного и республиканского бюджетов. И уже в сентябре объявили аукцион. Выигравшая подрядная организация незамедлительно приступила к работе. Сумма контракта составляет более 4,5 миллионов рублей. Сдать объект должны до 10 декабря. Согласно современным требованиям, в деревне предусмотрели также систему пожарной безопасности. Думаю, мы справимся раньше до холодов. Уже основная трасса сейчас проложена. Основная трасса, ремонт сделан. Сейчас остается замена водобашни, установка насосов и подключение. Нам обещают со дня на день пустить эту воду. Все у нас тут, уличные работы завершены. Только по дому остались. В дом надо соединить. Как рассказали представители подрядной организации, неделя уйдет на установку водонапорной башни. Далее проведут электричество, затем дома подключат к основному водопроводу. И уже в декабре у сельчан должна появиться долгожданная чистая вода. Леонид Петров, Вести, Чуваши.